Особые истории с Дмитрием Травиным В прошлой программе, что будем говорить про Латинскую Америку, но так уж получается, что много всего происходит другого. И, наверное, давайте начнем с печальной новости о том, что скончался Борис Фирсов, один из основателей Европейского университета в Петербурге. Это, конечно, большая потеря. Да, это большая потеря Борис Фирсов, Борис Максимович, основатель нашего университета в полном смысле этого слова. Без него университета просто не существовало. Более того, лично для меня это большая потеря. Если бы не было Фирсова, если бы не было университета, не было бы тех моих книг, которые вы читаете, которые мы обсуждаем, ну, тех, которые опубликованы, по крайней мере, в последние 10 лет. Это не преувеличение. Европейский университет, ну, о нем можно долго говорить, это отдельный сложный вопрос, но точно могу сказать, что таких условий для научной работы, которые я имею в Европейском университете, у меня не было нигде. Поэтому книги в полном смысле продукт работы университета в целом и того, что Борис Максимович Фирсов его создал. Фирсов – великий человек, и ученый, и как создатель университета, и сама его жизнь уникальна. Недаром, еще несколько лет назад в серии жизненно замечательных людей вышла книга о Фирсове, написанная журналистом Валерием Бажутовичем. И это тот случай, когда в полном смысле этого слова уже было ясно, что речь идет о замечательном человеке. Борис Максимович был жив, Борис Максимович прочел эту книгу. Ну, собственно, он давал интервью для этой книги, я, кстати, очень советую ее всем почитать. Вот, и сама жизнь этого человека уникальна, начиная с того, что он же был в мущёвские времена первым секретарем одного из крупнейших райкомов партии Ленинграда. Я думаю, при другом раскладе событий это могла быть карьера в партии, примерно сопоставимая с Горбачевской. Ну, вообще, Фирсов был выше по рангу, чем Горбачев вот в тот момент. Но Фирсов выбрал свободу, Фирсов выбрал другую жизнь. В конечном счете это оказалась жизнь ученого-социолога и основателя университета. Вот такого в советское время почти не бывало. Были диссиденты, которые сразу уходили в инакомыслие, были люди, которые полностью адаптировались к системе и делали карьеру без отрыва от своих свободолюбивых мыслей, которые все-таки сдерживали. А Фирсов менял свою жизнь радикальнейшим образом, и вот таких примеров практически нет. Это великий человек в полном смысле это слово. Да уж, да уж, и, конечно, да, я здесь соглашусь с тем, что Борис Фирсов, как создатель Европейского университета, это очень большое, серьезное явление и в жизни не только Петербурга, но и России, это, конечно, да. Это, конечно, да. Да, ну, когда создавался Европейский университет, это были совсем другие времена, и здесь уже другое сообщение пришло о том, что тут очередную вашу презентацию, представление вашей книги «Русская ловушка» вновь как-то запретили. Не как-то, а вполне себе понятно, как. Сначала это было в Москве, теперь и в Союз журналистов в Петербурге, я так понимаю, вы выступать не будете. Да, прямо сегодня утром пришло это неожиданное известие, и я прошу всех на него обратить внимание, поскольку через те или иные каналы мои зрители, наверное, уже знали о том, что такая презентация намечена. И в этом, кстати, тоже отличие Европейского университета от других структур, потому что в Европейском университете я провел эту презентацию в декабре, книжка вышла в издательство Европейского университета. И Европейский университет очень серьезно к этой книге отнесся. В Европейском университете люди прекрасно понимали, что в этой книге нет ничего подрывного. Никакой крамолы. Я подчеркиваю никакой крамолы. Это историко-социологическое исследование. В нем, кстати, о временах нынешних вообще ничего не говорится, потому что просто тема вообще другая. Это не публицистическая моя работа, это научная работа, а я 15 лет занимаюсь исторической социологией, то есть рассказываю о нашем обществе через историю общества, а не через то, что утром я прочту в газетах, в интернете или где-то еще. И в Европейском университете я эту презентацию провел, подчеркивая и там, как и в других местах, что вообще-то моя книга носит патриотический характер. Но в том смысле, который я вкладывал Салтыков в Федерин, когда говорил о том, что надо отличать отечество и ваше превосходительство. Вот то, что наше отечество – это нормальное общество без какой-то идиотской рабской ментальности. Это не страна дураку, это нормальная развивающаяся страна, у которой бывают периоды энергичного развития, бывают, как и в других странах, периоды застоя, связанные, понятно, с чем. И, конечно, я был сегодня утром очень удивлен, что книгу патриотической направленности сегодня в наши дни директор Дома журналистов, ну вот человек, который мне позвонил, позвонил, кстати, очень уважительно, с симпатией, так лично ко мне шел разговор, но вот человек, представившийся директором Дома журналистов, все-таки эту презентацию запретил, хотя, еще раз, я благодарю, что он мне позвонил, и я имел возможность ему прямо сказать, что книга носит патриотический характер, что в ней вы не найдете ничего подрывного, что книга защищает наше общество от несправедливых научных, не публицистических, здесь все о науке идет речь, от несправедливых научных выводов, связанных с неправильным пониманием нашей истории. Ничего не помогло. Уважение, симпатия, но жесткий запрет. Вот такая вот сегодня была история. Ну, с другой стороны, как человек, который жил в Советском Союзе и вообще 62 года на свете живет, я понимаю, почему такого рода запреты происходят, так что с одной стороны удивление, с другой стороны, в общем-то, неудивление. Дмитрий Яковлевич, я не буду настолько вежлив, как сказали вы, видимо говоря, о директоре Дома журналистов, я назову имя этого человека, Андрея Алексеевича Ильин. Можете нашим зрителям, я скажу, что я оставлю к описанию к этому видео, и здесь титры, можете ему написать. «Директор собака Невский70.ру». Я обращусь к нашим зрителям, если вдруг вы согласны с этой позицией или не согласны. Напишите свою позицию по этому поводу, не поленитесь. Мне кажется, это будет важно. Хотя все мы понимаем, что не сам он это принимал решение. Знаете, это было бы интересно, поскольку все-таки уже полтора месяца книга в продаже, я знаю, что многие ее прочли и знают реальное содержание, не по слухам, не по каким-то вопросам, связанным с тем, что я там писал когда-то в публицистике, а реальное содержание книги. Вот интересно было бы, чтобы мои читатели, настоящие читатели, которые знают, что я пишу в моих книгах, написали бы и сказали, о чем эта книга на самом деле. Да. «Директор через Си» пишется собаканевский.ру, но вы увидите этот адрес в титре и в описании к этому видео. Я сразу скажу, что Дмитрий Аковлевич к этому флешмобу никакого отношения не имеет, кроме того, что он автор этой программы и этой книги. Это просто сейчас пришло, это мнение, эта идея мне в голову. Вот. А то обвинят еще в какой-то крамуле, еще в какой-нибудь. Я думаю, что это одна из форм обсуждения книги, несколько неважно, несколько курозная даже, но интересно, пусть вот такое обсуждение будет. Да, и надо, конечно, оговорить, я сам буквально сегодняшнего утра был не в курсе таких деталей, что меня пригласил выступить «Союз журналистов», но «Союз журналистов», он не принимает решения о том, что можно проводить в Доме журналистов. Еще несколько лет назад ситуация была другой, так что вот «Союз журналистов» это замечательные люди, мои коллеги, мои друзья, и я им очень благодарен, а отменил не «Союз», а «Дом журналистов». То есть администраторы, а не «Журналисты». Это разные вещи, ну да, скажем так, администраторы принимают решения, это бывает, скажем так. Ну ладно, все, закрываю я эту тему, пожалуй, потому что никакого позитивного, мне кажется, развития она дальше в нашем эфире не имеет. Дмитрий Яковлевич, мы решили с вами поговорить про Ленина, вернее, даже необычным образом таким, а жив ли сейчас Ленин, тот, который вечно обещали нам, что будет жить, вечно живой, и Ленин такой молодой, и так далее, и тому подобное. Говорим мы, потому что... Да, я хотел на эту тему поговорить, потому что, собственно, вот 21 января, воскресенье, было ровно 100 лет с момента кончины Ленина, и если вы сейчас раз еще был Советский Союз, то просто все газеты об этом бы писали, и, в общем, поскольку Ленин сыграл определенную роль в истории нашей страны, мягко говоря, такую дату нельзя было бы пропустить. Я, с одной стороны, в Телеграме опубликовал еще раз свою старую статью, положение, которое я сейчас разделяю, о Ленине. Это большая статья, как говорится, много букв, биографическая статья, а сегодня я хотел поговорить именно не о биографии Ленина, а о том, действительно ли Ленин умер, Ленин как явление. Или там, вот как Валерий сейчас хорошо высказали, нам говорили, что Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Вот живет ли сейчас Ленин в том смысле, какое вкладывалось в советские времена в эту фразу. Понятно, я вас веду, не то, что Ленин будет жить вечно, как физическое лицо, а то, что ленинские идеи переживут века, как тогда говорится. Вот об этом очень интересно поговорить. Здесь, на мой взгляд, неоднозначные есть оценки, и есть дискуссии серьезные. Я один момент только хочу сказать нашим зрителям. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, если вы впервые, ставьте лайки, пишите свои комментарии, обязательно досмотрите видео до конца, потому что искусственный интеллект, с которым я задал задание написать настоящую картину искусственным интеллектом, что было бы, если бы Ленин был бы жив, вот посмотрим, как эта картинка выглядит, но ближе к концу. А потом я вас еще попрошу ее прокомментировать. Хорошо. Так, хорошо. Так жив Ленин или нет? Идея его. Здесь, да. Значит, для того, чтобы ответить вопрос, я думаю, его надо разделить на три, как минимум, части. Первое. Живали страна, которую создал Ленин в результате Октябрьского переворота 1917 года. Тогда еще она не называлась Советский Союз, но, да, но вот по сути мы говорим о создании страны с того момента, а даже не с 22-го года, когда Советский Союз образовался. Второе. Живы ли ленинские идеи революции и всего, что с этим связано? Жив ли ленинизм как теория, который меня, по крайней мере, учили еще в школе и в университете? А третий вопрос, ну, как минимум, третий, возможно, Валерий, вы дополните еще какие-то вопросы. Третье. Жива ли общая идея, за которую, как считается, Ленин боролся, идея справедливости, выравнивания, экспроприации экспроприаторов, ну, и тому подобных вещей. Потому что ленинизм в исполнении Ленина и более общая идея марксистской борьбы за справедливость, не только марксистская, марктизм это одно из направлений общей борьбы человечества за справедливость, вот это все-таки разные вещи. Итак, давайте я тогда вот сейчас кратко этим трем моментом пройдусь. Первое. Жива ли страна, которую создавал Ленин? Нет, этой страны нет. Это важно отметить, это вот муниципиальное мнение, поскольку сейчас много говорится, что в нынешней ситуации фактически воспроизведен Старый Советский Союз, в общем, разницы никакой нету и по механизмам власти и так далее и так далее. Нет, это неверно. Это неверно по целому я относительно кратко пройдусь, может быть, мы потом об этом скажем подробно. Во-первых, мне, как экономисту по образованию, по учебной степени, экономика очень важна. Экономика совершенно другая. Ленин не пытался никогда строить рыночную экономику. Конечно, было ленинское отступление, так называемый НЭП, новая экономическая политика, но НЭП был менее рыночным, чем даже тот рынок, который есть у нас сейчас. Хотя мы понимаем, что нынешняя рыночная экономика скорее может характеризоваться как несвободная экономика, но все-таки рыночная. С большими ограничениями, но все-таки ближе гораздо к рынку, чем к администрированию, с которой выступал Ленин, на которое Сталин в полное имение ввел. Второй момент. Механизм управления страной. Он тоже совершенно изменился. В Советском Союзе чередовалось либо откровенно тоталитарное управление персоналистское, как было при Сталине, либо коллегиальное управление. В общем, такое управление было при Ленине, хотя понятно, что личная роль Ленина была гораздо больше, чем роль Троцкого, Бухаина или Зевуева с Каменевым, но все-таки это было коллегиальное управление, большую роль играл не только Центральный Комитет, но и съезды партии при Ленине играли. Ну, а в годы моей молодости, в позднем Советском Союзе, это тоже было коллегиальное управление, но управление Политбюро и секретариата ЦК, понятно, что роль съездов была уже ничтожна. Сейчас у нас персоналистское правление, избирается президент, и президент правит так, как считает нужным, по крайней мере, ну, политологи обычно так характеризуют нашу систему, хотя я должен надоварить, что последние годы в связи в связи с полным отсутствием информации о том, как принимаются решения в Кремле, я лично уже боюсь говорить, вот сохранилась ли та система, или она трансформировалась, но пока нету убедительной информации о том, что она трансформировалась, я все-таки исхожу из того, что система персоналистская, как и была лет десять назад, когда мы четко понимали, как в нашей стране разные решения принимаются. по идеологии Советский Союз, конечно, был тоталитарной системой. Слово тоталитаризм это не ругательство, это не публицистика, это вполне определенный научный термин, можно дискутировать по этому поводу, что считать тоталитаризмом, но если упрощенно, это создание общества, в котором проводится единомыслие, есть некая единая идеология, и от этой идеологии нельзя отступать ни вправо ни влево, причем люди в основном в эти идеи верят. Это может быть искренняя вера или такой навязанный, навязанный, как бы это сказать, такой вынужденный конформизм, когда человек просто вынужден поверить в эту идеологию, потому что быть откровенно инакомыслящим психологически тяжело, но это могут только сильные люди пойти. Нормальный средний человек так или иначе принимает господствующую идеологию, хотя как только дадут стране свободу, он может эту идеологию тут же осудить. Советский Союз был тоталитарным общество. У нас сегодня все-таки скорее общество авторитарное, несмотря на те большие перемены, которые происходят. И по многим признакам мы видим, что какой-то единой господствующей идеологии в современном обществе не существует. Так что страна действительно совершенно другая. я не прогнозирую будущее и может быть через несколько лет вынужден буду признать, что сближение происходит, но сегодня это другая страна. Но в любом случае анимировать Советский Союз невозможно, даже если будет происходить сближение, технически невозможно анимировать ту идеологию, которая работала сто лет назад, те механизмы власти, которые работали сто лет назад и так далее. Это нельзя сделать. Вот, теперь относительно ленинизма как идеи. Я думаю, что ленинизм в том виде, в каком его Ленин проводил, тоже умер, потому что это была идея необходимости революции. Ленин точно был революционер. Сегодня необходимость революции всячески отрицается Путиным, Патрушевым, всеми руководителями нашей страны. Причем в общем-то отрицание необходимости революции руководство страны сходится с многими людьми, которым не нравится то, что происходит сегодня в стране. Революция воспринимается как серьезный кризис, в результате которого, скорее всего, всем станет хуже. Хотя, конечно, есть люди стремящиеся к революции, но таких гораздо меньше, чем было в конце 19-го, начале 20-го веков. И если в те годы представление о том, что революция лучше вот этого вот Николаевского самодержавного загнивания, вот такого рода представления было очень широко распространено, то сегодня представление, что революция в любом случае лучше, чем то, что происходит, оно скорее имагинарное. Я не часто встречаю действительно умных, начитанных, знающих людей, которые бы говорили, что революция лучше, чем то, что сегодня происходит. Не начитанные, не умные, не знающие могут так считать и сейчас, конечно, но вот это уже немножко другое. Ленин ориентировался на мировую революцию. Конечно, сегодня наивных людей, которые считали бы, что пролетариат, согласно марксистскому учению, поднимется во всех странах мира, вот этого нет. Это умерло полностью. Это умерло по сути еще последние годы жизни Ленина и моя, может быть, неисковольная интерпретация ранней кончины Ленина сводится к тому, ну, помимо чистой медицины, которую я не могу характеризовать, это не моя компетенция, вот, я думаю, что у Ленина было тяжелое упадническое настроение, когда он понял, что вся теория мировой эволюции рухнула, мировой эволюции не происходит, Германия, она погибла еще при жизни Ленина, провести советскую, Красную армию через Польшу в Германию не удалось, Лухачевский не пробился, а в других странах Европы, ну, там, в общем, революция и не пахла, или, ну, пахла, может быть, чуть-чуть-чуть, там, где-то там, скорее, уже начинали смотреть на Китай, где уж точно в те годы не могла произойти революция по марксизму, потому что марксистская революция, так и полагает, высокий уровень развития производительных а не крестьянскую войну, вот, так что вот это рухнуло все, камня на камне история не оставила от основ марксистского учения, которое сводилось к идее мировой революции, экспроприации, экспроприата, строительства коммунизма и так далее. Строительство коммунизма сегодня, по-моему, и в партии Зюганова никто не верит, во всяком случае, я ни разу не читал убедительного основания того, что коммунизм возможен. Коммунисты пишут о православии, о наших скрепах, неожиданно, да, про православие. Да, вроде неожиданно. То есть, они о чем угодно пишут, но только не пытаются обосновать коммунизм в марксистском смысле этого слова. Ну, а третий момент, он жив. Стремление общества к справедливости, как мне кажется, живо, и я с этим сталкиваюсь постоянно и в личных беседах, и в различных научных дискуссиях. Левая идея, вот как идея того, что надо чего-то в обществе перекурочить, чтобы нам это общество больше понравилось, эта идея жива от американских университетов до российской глубинки. От людей, говорящих на пяти языках, имеющих прекрасное образование, до людей, которые плохо знают русский, разве что русский матерный, и не обучались нигде. Вот эта идея жива в разных массах. В общих чертах, как мне представляется, живучесть этой идеи связана с представлением чисто философским, мировоззренческим, о том, что мир прост, прост и понятен. В конечном счете, все представления о том, что мы можем этот мир подрегулировать, то ли в результате пролетарской эволюции, то ли в результате вмешательства государства в экономику, или еще каким-то образом, все эти представления связаны с тем, что мы так или иначе разберемся. Сегодня все чаще говоря, ну так мы не разберемся, разберется искусственный интеллект. Он же великий интеллект, он же знает больше нас. Вот искусственный интеллект нам и напишет, как надо изменить мир для того, чтобы всем стало жить лучше, все были бы счастливы. Мало компьютеров, добавим еще компьютер. Мало программ, напишем еще программы. Сегодня не справимся, через 10 лет справимся. В конечном счете мы поймем, как устроен этот мир, своим интеллектом или искусственным. И вот тогда-то все перекурочим, все заживем к нашим. Провергнуть такие мировоззренческие подходы невозможно, потому что это вопрос веры. Если человек говорит, что он не верит в Бога, но верит в то, что мир сравнительно прост, и мы его переустроим, пусть с помощью искусственного интеллекта, это все равно человек верующий. Он отрицает тот реальный опыт, через который человечество прошло, и исходит из веры то, что когда-нибудь все это можно будет измерить. Поэтому переубедить таких людей невозможно, и, соответственно, идея переустроить мир жива и будет жива еще долго, может быть очень-очень долго. Поэтому время от времени будут появляться новые Ленины, опять же, может быть, в Гарвардском университете появится новый Ленин, а может быть, где-нибудь в Ульяновске, и он принят какую-то очередную теорию, согласно которой, ну, наконец-то мы все изменим, ликвидируем несправедливость и сделаем всех людей счастливыми. Я, по мере сил, пытаюсь, конечно, писать в своих книгах о том, что это невозможно, но книги могут рассказать только о человеческом опыте, но не предсказать будущее, и невозможно, естественно, серьезная дискуссия между человеком верующим и человеком, пытающимся пользоваться научными аргументами. Верующего никогда ничего не убедишь. При том, что здесь могут сталкиваться и две разных веры, скажем, вера в Бога, в то, что Бог устроил мир неким целесообразным образом, и его не надо перекурочивать, это тоже вера в Бога, это тоже вера. И многие консерваторы, которые не стремятся к революциям, как раз основывают свои представления в вот такой вере. Бог ли создал мир, или это происходило в результате какого-то естественного развития природы, это все вопрос веры, это трудно доказывать, но верующие в это считают, что давайте не ломать то, что несловно, вот работает мир, как его Господь создал, и слава Богу. Ну, а верующие в то, что надо все перекурочить, верят по-другому. Так что вот здесь ленинизм жили, конечно. Сейчас я сообщу нашим зрителям, что мы на некоторое время перервемся, но, пожалуйста, никуда не уходите, оставайтесь с нами, потому что мы продолжим наш разговор совсем скоро. У вас на это время возникнет задание, поставьте нам, пожалуйста, лайки, потому что это важно для продвижения видео, подпишитесь на канал и пишите комментарии, потому что мы их читаем. Спасибо большое. И ждите с самого конца, потому что я вам покажу картинку, которую нарисовал чат GPT. Сейчас вернемся. Канал Ищем выход. Зима закончится. Здравствуйте, вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто вышить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Осмоловым. Посмотрело его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы, а разговор был очень серьезный о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами, о том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И, несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького, локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончатся, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны, может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это правда нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи! Особые истории с Дмитрием Травиным Мы возвращаемся, и я только один момент еще хотел прояснить. Когда вы говорили, что возможно в какое-то время где-нибудь в каком-нибудь университете за рубежом появится свой Ленин, а вы кого имеете в виду в качестве такого Ленина? Я имею не по именам, а вообще что это за такие как бы... Я имею в виду следующее, что появится человек, там группа лиц, ну собственно они постоянно появляются в том или ином месте, которые выдвинут теорию о том, как нам надо все-таки создать мир правильно, отменяя вот то, что существует сейчас. Теории могут быть совершенно разного типа. Это может быть теория какая-то неомарксистская, исходящая из того, что ну все-таки нехорошо, что есть миллиардеры, всякие там Илоны Маски, Билла Гейтса и так далее, а есть много людей, которые живут небогато. Давайте мы как-нибудь это переустроим, ну скажем, введем очень большие налоги и перераспределим деньги. Или введем государственную собственность, все отнимем у частных лиц и будем управлять, и этой собственностью будут управлять профессора Гарвардского университета, как самые умные. То есть вот может быть комплекс такого рода теории, они живые эти теории и пользуются известной популярностью. Ка, они пользуются умеренной популярностью человек, который их продвигает явно не Ленин, но может быть эти теории станут гораздо более популярными в силу каких-то новых аргументов, и вот тогда этот человек может так или иначе в той или иной стране прийти к власти и начать радикальные перемены. Это может быть какая-то теория связанная с развитием экскравизации искусственного интеллекта и так далее. То есть могут появиться люди, которые говорят вот связь к человечеству надо приводить жесткими методами. Люди дураки и сами они к счастью не придут. И прав был Ленин, прав был Сталин, говорят эти люди, что каленым железом выжигал всякий либерализм. Но каленого железа не хватит. А вот с помощью цифровизации мы это новое цифровое каленое железо можем создать. Мы создадим всеобъемлющую систему слежения за людьми. Мы будем знать, что делает каждый человек. Мы будем знать чуть ли не мысли каждого человека. И вот тогда мы создадим настоящее ленинское общество, которым мы сможем всех привести к счастью. В этом обществе нельзя будет не выполнять планы, потому что мы сразу увидим и накажем того, кто планы не выполняет. В этом обществе не может быть никакого инакомыслия, даже скрытого, потому что мы увидим мысли каждого человека. И вот на такой цифровой основе мы построим цифровой коммунизм. могут быть еще какие-то теории, про которые мне даже трудно себе представить, потому что, ну, допустим, лет 20 назад вот такого цифровой коммунизм я бы представить себе не мог, а сегодня уже понимаешь, что люди, которые вот по этому пути готовы идти, наверняка появляются. так что вот я считаю, что люди, которые хотят перекурочить мир и считают, что это возможно и это будет к лучшему, а заодно и их приведет к власти, что тоже им очень понравится, вот такого рода люди могут возникать на основе самых разных идей. Хорошо. Ну, мне кажется, что вот на следующий вопрос вы все-таки частично ответили, но тем не менее, вот в этой вашей статье, которую вы написали 20 лет назад, а повесили снова еще раз недавно, вы написали, что Ленин не был гением зла, а был сыном своего времени. Вот что вы имеете в виду под этим? Я думаю, что ну, бывают люди чудовищно жестокие по природе, которые просто любят убивать, мучить и так далее. Ну, судя по действиям Сталина, это был человек такого типа. Хотя я не специалист по биографии Сталина, я могу естественно ошибаться, я прочел далеко не все биографии Сталина и много здесь не знаю. Но что касается Ленина, мне представляется, что Ленин не был энтузиастом гражданской войны, Ленин не был энтузиастом того, чтобы в ходе гражданской войны миллионы людей погибли. Ленин был сыном своего имя прежде всего в том смысле, что он считал, что мир очень прост, и он, человек, написавший работу «Материализм и империю критицизм», в общем, понял, что такое философия, что такое мировоззрение, и он может этот мир переустроить, взявшись за оружие. Если бы Ленину удалось переустроить мир мирным путем, то, наверное, он бы на это пошел. Он бы не кричал, как Карл IX, король Франции в романе «Горолева Марго» у Дюма, он, помните, когда он стреляет из лука по людям на улице и кричит что-то типа «Ну, должен же я кого-то убить?» Вот у Ленина ничего такого не было. Но когда стало ясно, что надо убивать, Ленин убивал, когда стало ясно, что государство, которое он попытался создать в результате Октябрьского переворота, слабо и нуждается в защите от оппонентов, он стал его защищать, на оппонентов нападать, он был сторонником красного террора, он был сторонником того, чтобы в гражданской войне выявить до бедного конца, он готов был стимулировать мировую революцию с помощью движения войск Лукачевского через Польшу в Германию, и он, насколько мы можем судить, не страдал очень сильно от того, что в стране, которую он возглавил, льется кровь. А вот от того, что он не смог в результате этого моря крови создать то, что собирался, от того, что идеи рассыпались, и он, как мне представляется, это уже понимал в последние годы жизни, от этого, я думаю, он страдал сильно. Это моя интерпретация, естественно, я могу здесь ошибаться, но вот пока я более убедительной интерпретации духовного кризиса, в который Ленин явно вошел в последние годы жизни, я более убедительной интерпретации не видел. Вот, а естественно, естественно, прошу прощения, так, естественно, и в годы, и в окружении Ленина, и тем более в окружении Сталина, конечно, были люди, которым просто нравилось убивать. Они с радостью брались за это дело, и огромное число жертв на их совести в полный мере. Ну, опять же, я не историк той эпохи, и такого рода деталей я не могу, я все это не могу изложить детально, это уже скорее вопрос к историкам революции, гражданской войны, сталинизма и так далее. Я думаю, совершенно не хочу просто завершать наш разговор на обычной какой-то ноте, у нас картинка еще совсем впереди, но мне кажется, я не помню, спрашивал я вас или нет, у вас какой любимый анекдот про Ленина? Сложный вопрос. Ну, потому что если Ленин жив, то он должен быть с нами. я все-таки больше знал в детстве, в молодости анекдотов про Брежнева, это было очень актуально, и про Брежнева они более смешными были, чем про Ленина. Ну, про Ленина, конечно, был популярный, но не смешной, на мой взгляд, анекдот в то время, пример такого типа, что Ленин вдруг ожил, вышел из Мавзолея, прошел несколько, погулял денек по Москве Брежневской, посмотрел, как коммунисты управляют страной, и оставил где-то записку Феликсу Дзержинскому, Феликс, начинаем все сначала, я и те же. Вот что-то в таком духе. был более смешной, на мой взгляд, анекдот, но касающийся уже личной жизни Ленина и касающийся моего, нашего с вами города, Ленинграда, Петербурга, но не относящийся к сути нашей сегодняшней программы. На одном из домов Петербурга появилась мемориальная доска. В этом доме Владимир Ильич Ленин с Энессой Арман скрывались от преследования Надежды Константиновны Крупской. Ну вот были разные анекдоты про Ленина, те сейчас не вспомнить. Кстати, может быть, пользуясь случаем, я бы посоветовал, есть замечательная книга, советский анекдот, сейчас вот сходу не скажу точно, как она называлась, хотя она у меня тут на полке рядом, в принципе, можно даже ее взять, если надо, я могу подойти к полке. В общем, это такая вот антология советских анекдотов, сделан Михаил Мельниченко. Практически все анекдоты, которые рассказывали с времен Ленина до времен перестройки и реформ, они туда вошли. Я очень редко нахожу какой-то известный мне анекдот, который не вошел в эту книгу, поэтому очень советую ее приобрести, почитать Михаил Мельниченко. Советский анекдот указатель сюжетов, так она называется. Да-да-да, вот так она называется. Не могу, к сожалению, сказать, какое издательство выпустило, но ничего, я думаю, что зрители у нас смогут найти. Давайте я буквально на одну секунду встану и вру. Давайте. Хорошо. Вот она вот так выглядит, но похоже плохо видно. Чуть-чуть повыше поднимите ее, если можно, чтобы название. Ага, да. Вот так она выглядит, она очень-очень толстая, очень большая, вот, значит, новое литературное обозрение. Да, Москва, 2014, кажется, год. Оно еще и в 23-м году было перевыпущено, и вот сейчас смотрю как раз. А, возможно, да, то есть я, значит, имею первое первое издание. Так что, любителям анекдотов очень-очень с вами хорошая книга. Я, конечно, два анекдота помню, но один, ну, как, мне кажется, смешной, но очень грустный, особенно, как если к нашему времени его относить. Там Ленин просто упоминается, не про него. Это то, что конкурс на лучший политический анекдот в честь Ленинского юбилея. Третья премия это три года общего режима, вторая премия это семь строгого режима, а первая премия это встреча с юбиляром. Не скажу, что это скую, грустно, в смысле весело, но... Черный юмор, да. Да, такой черный юмор. Да, смешно, смешно, действительно. А вот светлый юмор, это вот, если помните, было такое, это объявление в универмаге о том, что на втором этаже универмага продается трехспальная кровать для молодоженов Ленин с нами. Вот, так что... Да, это, кстати, была такая целая серия анекдотов. Некоторые я даже не буду пересказывать, потому что там немного так на грани приличия и не очень удобно мне это пересказывать, но довольно смешно было. А вот был жизненный анекдот, это я вычитал в мемуарах одного политзаключенного, он отмечает, что в лагере, где он сидит, стоял большой постер, как это сейчас называется, плакат, с очень характерным для советского времени объявлением Ленин сна. То есть в лагере политзаключения. Ну да. То есть что было в голове у администрации этого лагеря, это, конечно, трудно представить. Да, да. Ну и последнее, это я вспоминаю, это не про Ленина, а про коммунизм. Вам наверняка знаком этот анекдот про то, что вопрос, является ли коммунизм наукой? Ответ, нет, потому что если бы был бы наукой, его бы сначала опробовали на собаках. Так что так что да. Так, все. О Ленине, о коммунизме, это лишнее доказательство того, то идея, конкретная идея ленинизма мертва, и вот та страна, над которой, над политической системой которой, над идеологией, которой так много людей издевались, она уже не существует. Это вот лишний аргумент к тому, о чем мы говорили. Но сама идея справедливости, идея упрощенного взгляда на мир, она, к сожалению, жива и может еще принести бы бедным людям, которые будут стремиться осчастливить человечество, но скорее принесут ему беды. Отлично. Так, я сейчас должен все-таки показать нашим зрителям, ну, вы, видимо, на фоне меня это увидите, или меня на фоне этой картинки, потому что, к сожалению, технически сложно это сделать сейчас. Как рисует, как выглядит, точнее, с точки зрения искусственного интеллекта, фраза о том, что было бы, если бы Ленин был бы жив в 2024 году. Вот, так что смотрите, как это будет выглядеть. вот так. Уж я не знаю, что вам есть сказать. Значит, да, ну, смотрите, что я вижу в действиях искусственного интеллекта, это попытка сочетания идей цифровизации, вот, компьютер перед Лениным стоит, с идеей глубинных скреп, которые олицетворяют в данном случае собор Василия Блажима. То есть, скрепы и цифровой тоталитризм, очевидно, это вот Ленин сегодня. Ну, молодец, искусственный интеллект, неплохо получилось. А да, за собором я еще вижу Маркса. И еще кого-то, непонятно кто. А там не Энгельс, там не Энгельс, там непонятно кто. Да, интересно, какую загадку искусственный интеллект задал. Надо наших зрителей высказать предположение. Друзья, значит, посмотрите внимательно, вот там, когда я смотрю левее собора Василия Блаженного Карл Геннехович Маркс, а правее там вот видна половина лица не пойму кого, явно не Энгельса. Вот кто хорошо знает облик великих мыслителей прошлого, хотя может быть это Ленин будущего, вот о котором я говорил. Просто искусственный интеллект уже его провидит. Так что вот вглядитесь в это лицо, если на улице его обнажьте, что это вот Ленин будущего, который всю нашу жизнь изменит. Но на всякий случай лучше ему ничего про это не говорить. целее будем. Да, конечно, да. И переходите на другую сторону, чтобы подальше от него быть. Все, хорошо. Спасибо большое. На этом, наверное, пора завершать. Я зрителей попрошу еще раз поставить лайки и, конечно же, еще раз. Если есть анекдоты про Ленина, пишите. Если с чем-то не согласны, тоже пишите в комментариях. Всем спасибо большое. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования модернизации при Европейском университете в Петербурге. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Особые истории с Дмитрием Травиным.